Из исследований выясняется, что доход семей увеличился во всех трёх странах Балтии. Так, средняя заработная плата, например, в Эстонии в прошлом году выросла почти на 7%, а это чуть больше, чем в Литве и чуть меньше, чем у наших соседей в Латвии. И хотя расходы домохозяйств также выросли, семьи продолжили наращивать свои сбережения. А это говорит о том, что способность семей справляться с неожиданными расходами постепенно улучшается. Это подтверждают также данные всеевропейского исследования доходов и жилищных условий, согласно которым стало меньше таких домохозяйств, которые в случае неожиданности не в состоянии справиться с материальными трудностями. В минувшем году занятость среди молодых людей заметно выросла, и поскольку на рынке труда стало сложнее найти дополнительных работников, то работодатели были вынуждены обратиться к пенсионерам и к людям в возрасте от 18 до 24 лет. Это отразилось на росте занятости в этих возрастных категориях, и, соответственно, у них выросли и доходы. Ощущается у нас, как и у наших соседей, рост интереса к жилищным кредитам. Их объем, например, в Эстонии в прошлом году был на 15% больше, чем годом ранее. Но, несмотря на это, объемы жилищных кредитов все еще находятся на уровне предшествующему буму. А это указывает на то, что они являются сравнительно скромными. Среди возрастной группы от 25 до 34 лет ощущается небольшой рост интереса к покупке собственного жилья. И хотя он составляет всего около 2%, но по сравнению с другими странами Балтии эстонская молодежь больше верит в свое будущее и ведет себя смелее в принятии решений по кредитам на покупку жилья. Аналитики сходятся во мнении, что, принимая решение о взятии кредита, люди в наши дни действуют осмотрительно, поскольку все еще помнят трудности, возникшие в результате экономического кризиса. Так, согласно исследованию, проведенному по заказу Министерству экономики. Свыше четверти населения Эстонии предпочли бы арендовать квартиру у государства, если бы у них была такая возможность. Такие данные понадобились в преддверии начала действия государственной программы, в рамках которой ведомство сочло необходимым построить 6 тысяч квартир, которые стали бы сдаваться государством в аренду домохозяйством с низким уровнем доходов. Ну а когда начнется строительство таких квартир и на чем будет основываться арендная плата за них, пока неизвестно. Ведь об этом министерство сообщит в начале лета, после утверждения концепции. Сергей Дедыкин, Вячеслав Скалецкий, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.